Петр Петрович, расскажите о направлении, с помощью которого делается коррекция, исцеление, лечение болезни и профилактика. Значит, аппараты скэнер позволяют работать с широким спектром заболеваний, с минимумом противопоказаний. Единственное серьезное противопоказание – это искусственный водитель ритма сердца. Это какое-то, что-то вшито. Да, то есть такие электронные чипы различные, вшитые. Остальное противопоказаниями не является. То есть мы можем работать в любой ситуации. Прибор очень компактный, вы это видите. Прибор при каких, когда его лучше всего применять? В остром периоде. Это может быть тогда простуда? Да. Даже если там после инфаркта, это же острый период? Да, да. Даже так? Да. А что он делает? Что он делает? Он восстанавливает функциональные связи в организме. То есть та ситуация, когда у нас один орган не знает о том, что делается с другим, вот это, собственно, и есть болезнь. И восстанавливая функциональные связи между органами, мы можем добиться выздоровления их обоих. То есть это, как правило, восстановление функциональных связей – это электрические импульсы. То есть восстановление идет через нервную систему. Да, да. И импульс называется нейроподобный. То есть подобное лечится подобным. То есть он аналогичен по своей силе, по своей частоте тому, который идет по нервам, да? Да, да. И задействуются все три типа волокон нервных – А, Б и Ц. А вот волокна эти, если нервные, понять, как это? Ну, то есть все типы волокон. Все типы нервных волокон. Ну, потому что я просто знаю, что есть те, которые туда проводят, обратно проводят. Ну, это называется центростремительные, центробежные. Да, и те, и другие задействуются. Ну, это ясно, что. А не бывает, что трех типов? Да, А, Б и Ц. А, вон она там. Ну, это уже чисто нейрофизиологические моменты. Значит, во время заболевания, во время воспаления или еще чего-то, происходит снижение проводимости нервной. И, как бы сказать, этот орган отключается, блокируется или недополучает той управляющей энергией, которая должна на него идти быть. Да, да. И то, и другое. Но, опять-таки, воспаленный орган, там избыток энергии будет, да? Он же всегда горячий будет, да? Ну, это я просто спрашиваю. И что самое главное, скэнер помогает организму закончить программу заболевания. То есть, все понимают так, что заболевание это что-то где-то как-то вот заболело. Но ведь заболевание-то начинается задолго до того, как оно действительно возникла какая-то жалоба, да? Вот для этих ситуаций у нас существует наша электропунктурная диагностика, которая позволяет увидеть не только, что делать во время заболевания, ну и какие-то ситуации предзаболевания. Это может человек сам все это определить? Криминальная инструкция тогда дается? К прибору, да. К прибору дается инструкция. У нас есть обучение как и для пользователей простых, так и для врачей. А значит, вот вы интересную фразу сказали, что существует процесс заболевания, и он должен пройти, значит, от начала до конца, не застрелить где-то на середине, да? Да. Это получается хроническое заболевание. Да. Ага, вот. То есть, любой болезнетворный процесс, ну, грубо говоря, от воспаления, ну, чего-то, да, должно пройти так, чтобы это воспаление самопроизвольно исчезло, и ткань стала нормальной. Я думаю, если это воспаление где-то застрелит посерединке, вроде бы температуры нет, то остается то ли уплотнение какое-то, то ли еще, которое в дальнейшем может послужить уже своего рода там каким-то отклонением. Да, в принципе, да. Чтобы вот этого не было. Да. Все эти вещи уходили. Да, да. Ага, очень хорошо. Возвращение хронических заболеваний. Да, ну, вот мы сейчас и коснулись хронических заболеваний. Дело в том, что заболевание-то не заканчивается, становится хроническим, когда у организма не хватает или энергии, или сил его закончить, да. То есть, мы должны дать ему какую-то информацию об этом заболевании. Вот изменение формы импульса в зависимости от кожного сопротивления и позволяет организму получить ту недостающую информацию о заболевании, и в результате это заболевание окончить. Тогда человек реально выздоровеет. Интерес еще в том, что когда мы проводим курс лечения, то это не обязательно, что заболевание закончится у нас на курсе. Сканер интересен своим последействием. То есть, когда мы закончили уже курс, а больной приходит потом через полгода, говорит, доктор, говорит, А вот я от вас тогда ушел, что-то было, а потом в какой-то момент раз, и заболевание ушло, боль ушла, еще что-то. Я, говорит, почувствовал себя здоровым человеком. Да вот все забывал к вам зайти. Вот это тот случай, когда мы закончили заболевание, и человек о нем действительно забыл. Еще курс это сколько? Это процесс очень индивидуальный. Это контролируется при помощи диагностик, при помощи цифр на приборе профессиональном. То есть, это многоплановая работа. Вот человек индивидуальный. Да. Да. Дело в том, что многие говорят, что вот если сканер такая хорошая вещь, вот процесс всегда индивидуален, понимаете как? Это индивидуальная работа. И, как говорилось, что медицина, она все-таки ближе к искусству. И многие считают, что чем больше работаешь, чем больше обработал поверхности кожи, тем выше будет эффект. Я с этим не согласен. Вот если мы найдем какое-то оптимальное место воздействия, на него повоздействуем, вот тогда мы получим очень быстрый и выраженный качественный эффект. Значит, каждая зона кожи локально связана с каким-то конкретным органом. Да, но опять-таки при хроническом процессе, вот при остром процессе, вместо где болит, где болеет и все это лечить, оно одно и то же. А вот при хронике оно, конечно, куда-то расплывается по организму. И поэтому бывает так, что человек приходит, там, рука в гипсе, да, вот, говорит, да вот бы полечить бы, да у меня рука вот. А мы работаем с противоположной конечности и получаем не худший результат, чем мы бы работали здесь. Ясно. А вот с позвоночником, есть ли боли в позвоночнике? Ну, я должен сказать, что, наверное, половина больных, которые ко мне приходят, приходят с этим вопросом. То есть эти вопросы можно решать. То есть спазмы, она там сжала, болит, вытягивает позвонки. Да, да, да. Значит, дело все в чем, что очень часто подходят с позиции того, что надо растянуть спазмированную мышцу. Но если мы сопромат изучали, то мы поймем, что это даст либо временный эффект, а вот сканер как раз-таки, я вам в самом начале беседы сказал, что воздействие идет на все три вида нервных волокон, он изменяет импульсацию из нервной системы к этой мышце, и она постепенно расслабляется. То есть это не быстрый процесс, так что мы его влепили, и все. А вот здесь, поработав, ну, будем говорить так, полноценный курс, мы можем изменить импульсацию из нервной системы к этой мышце, и она действительно расслабится. И причем не на один день или там на неделю, а на достаточно длинный срок.